Здравствуйте! В эфире программа «Главный диалог» в студии Анна Ларченко. И сегодня у нас в гостях советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Александр Гойхман. Александр Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Рады, что Вы снова нашли время и пришли к нам. И хотелось бы начать разговор сначала, как говорится. Давайте тогда обсудим, какие сейчас Торгово-промышленная палата создаёт условия для благоприятного бизнес-климата на Дону. Ну, для оптимизации процессов, для эффективных решений различных задач на предприятиях любой организационно-правовой формы при Торгово-промышленной палате Ростовской области создана фирма «Донэкспертиза», которая уже успешно существует на нашем рынке более 20 лет. Значит, наша фирма «Донэкспертиза» работает по принципу одного окна. Что это значит? Это комплексное сопровождение клиентов. Значит, от формирования организационно-технических задач до их внедрения. Вот есть такое понятие, говорят, да, вот под ключ. То есть мы встречаем клиента, выслушиваем его инициативы, его пожелания, можем это сформулировать и делаем это так, как положено. Далее идёт процесс проектирования, разработки, ввода в эксплуатацию, то есть внедрения и получения конечного продукта. Это на сегодняшний день такая комплексная услуга, ну, в общем-то, я считаю, ноу-хау, который используется только у нас. Значит, особое внимание на сегодняшний день и торгово-промышленная палата, и фирма «Донэкспертиза» уделяется таким направлениям, как энергоменеджмент. То есть был принят в 2011 году федеральный закон за номером 261 об энергоэффективности, энергосбережении. Но, к сожалению, при его реализации столкнулись, ну, с рядом сложности и трудности, я имею в виду, конечно, закон был сыроват. По факту, по факту, это всего лишь цитата, которая была вырвана из контекста, вот непосредственно энергоменеджмента. К сожалению, цитата не может передать всей значимости и всего смысла, конечно, общего смысла текста. Поэтому энергоменеджмент более широкое понятие, вот повышенное внимание, которому на сегодняшний день мы уделяем. А можете рассказать, что это за система такая? И, насколько я поняла, пока она только внедряется, да, на стадии внедрения находится в нашем регионе, как на практике это будет выглядеть? Ну, правильный, конечно, абсолютно правильный вопрос. Прежде всего, что такое энергоменеджмент, да? Это совокупность знаний и средств управления энергосбережениями нашей энергоэффективностью. Что это такое? Это прежде всего для любого предприятия, в чём может быть интерес, в чём может быть вопрос, да, реализации этой системы. Прежде всего, это снижение затрат на использование энергетических ресурсов. То есть, в основе любого производственного цикла, да, лежит энергопотребление. Все мы это прекрасно знаем. Либо это электрическая энергия, либо это газ, то есть тепловая энергия, пар для технологий и, ну, господи, сжатый воздух. Это всё считается энергией. И, естественно, для того, чтобы эту энергию получить, это затраты. И чем меньше затраты, тем реальнее снижение себестоимости продукции, тем реальнее и доступнее она становится для покупателей. Следовательно, это же цена. Цена тоже снижается, когда снижается себестоимость. И, в конце концов, это реальный шанс для предприятия экономить. А любая сэкономленная копейка на предприятии – это вклад в развитие, вклад в перевооружение, в новое оборудование, в новые технологии. А каким образом система энергоменеджмента внедряется у нас сейчас? Система энергоменеджмента внедряется на предприятиях следующим образом. Это, прежде всего, инженерно-технические решения. Это ввод в эксплуатацию новых технологий, в том числе таких, как возобновляемые источники энергии. Также это ряд организационных мероприятий. На самом деле система – это сложный живой организм, вот поверьте мне. Где в реализации системы энергоменеджмента должны быть заинтересованы все. Начиная от руководителя предприятия и заканчивая рядовым сотрудником. То есть каждый человек исполняет предписанную, каждый работник, прошу прощения, исполняет предписанную должностной инструкцией ему обязанности по экономии каких-то энергоресурсов. Только когда именно добросовестно и систематическое исполнение всеми сотрудниками предприятия предписанных действий дает реальный эффект. Инженерно-технические решения – это прежде всего новые технологии, это новое оборудование. То есть по большому счёту система энергоменеджмента, она входит в систему технического перевооружения предприятия. И, наверное, в условиях экономических санкций, которыми сейчас грозят Россия, в общем-то, отовсюду практически, наверное, новая система должна сыграть свою роль, особенно в вопросах импортозамещения. Да, конечно. Вы знаете, вот давайте здесь хотелось бы поподробнее, потому что, ну, не так всё просто. На самом деле, вот сейчас государственные наши структуры, значит, активно реализуют программу импортозамещения. Импортозамещение. Ну, импортозамещение, да, это прежде всего, как правило, ну, продукты высоких технологий, если мы говорим о промышленности, либо об энергетике. Ну, и это, конечно же, и оборонный заказ, и широкий спектр товаров народного употребления. И здесь хотелось бы, чтобы то, что будет производиться у нас, не уступало по качеству тому, что мы получали из-за рубежа. Однако, на сегодняшний день закупки для государственных нужд регулируются 44-м федеральным законом. Ну, то есть, у нас закупки проходят так называемые торги, да, это может быть и аукцион, и тендер, открытый конкурс, ну, несколько там. Вот. И не всегда побеждает, к сожалению, фирма, которая являлась бы надёжным поставщиком. Иногда за счёт того, что есть демпинг, падение цены абсолютно неоправданное. Мы имеем в поставщиках, ну, недобросовестных людей. Соответственно, продукция, которая будет поставляться таким предприятиям, она, как правило, низкого качества. Я говорю, и, конечно, уже ряд предприятий, вполне уважаемых, таких, как, наверное, Роскосмос, да, на себе прочувствовал, когда... Распытали, да, что это такое. Да, были неудачные запуски кораблей наших, которые оторваться от земли не могли. Вот. Поэтому, если мы ведём речь об оборонном заказе, если мы ведём речь о товарах народного потребления высоких технологий, конечно, хотелось бы, чтобы те поставщики, которые заходят на этот рынок, они были надёжны, качественны и, ну, максимально надёжны, это понятно. Да, и каким образом этого можно добиться? В этом случае, конечно, энергоменеджмент играет свою роль. Для того, чтобы войти на торги, извините, предприятие предоставляет ряд документов, да, так называемый пакет документов. Вот это моя точка зрения, конечно, что необходимо сертификат, причём это международный сертификат ISO 50001, это именно энергоменеджмент, этот сертификат, чтобы он являлся обязательным в перечне документов, которые предоставляются предприятиям для участия в торгах. То есть, если этого сертификата нет, моё мнение, такое это предприятие допускать нельзя. То есть, ответственность – это не просто имидж, имидж предприятия. Это, прежде всего, говорит об ответственности, о доле, ну, скажем так, серьёзности отношения руководителя этого предприятия к порученному делу. То есть, энергоменеджмент, я ещё раз говорю, это целая живая система, которая построена, построена, вживлена непосредственно в цикл предприятия. Он везде, понимаете, это очень серьёзная система с очень большим количеством обязанностей, мероприятий и организационно-правовых актов. И говорящий об уровне и статусе обладатель. Да, 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 конечно, это говорит прежде всего об уровне, абсолютно верно. И о надёжности, о благонадёжности в отношении к партнёрам. И о благонадёжности, конечно. Вот поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы вот такое моё пожелание, оно было услышано правительством Ростовской области. И, может быть, вплоть до того, что мы готовы инициировать, значит, изменения в существующий... В федеральный закон. Да, в федеральный закон, для того, чтобы его на нашей Государственной Думе рассмотрели. Мы вообще в состоянии, вот наше предприятие, в состоянии разработать и внедрить систему энергоменеджмента, значит, на любом предприятии, независимо от того, большое оно, маленькое, значит, выполняет оно государственный заказ, либо работает просто, скажем так, для нужд населения, да. То есть мы готовы рассмотреть все нюансы, готовы выслушать все пожелания руководителя, готовы на контакт для того, чтобы, ещё раз говорю, максимально в полном объёме и в сжатые сроки внедрить эту систему. Александр Петрович, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам, и, конечно, мы будем следить за развитием событий и ждать вас дальше у нас в студии. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Главная диалога». Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с советником президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Александром Гойхманом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова